Здравствуйте, с вами снова Бизнес Идея. В нашем сегодняшнем выпуске мы расскажем о предпринимателе, занимающемся оказанием медицинских услуг. Сегодня этот бизнес – пример успешного маркетинга и знания рынка. Однако, как и у другого подобного объекта, рано или поздно появляются проблемы. Решить одну из них помогли эксперты Палаты предпринимателей Акмолинской области. Об этом и другом мы расскажем подробнее. Стоматологическая клиника, которой заведует Наталья Самегулина, сегодня успешный объект предпринимательства. Все это результат кропотливой работы. В свое время, изучив рынок и свои возможности, было принято решение и вместе со своим супругом стать предпринимателями. Наша стоматологическая клиника Акден была основана в феврале 2009 года. Руководителем клиники является Самегулин Фратанварович. С многолетним опытом работы с 1991 года перешел на предпринимательскую деятельность. По своей специальности, врачом-стоматологом, ортопедом. Принимал, арендовал небольшие помещения, принимал своих пациентов самостоятельно. Ну, потом мы решили, что мы можем создать свою клинику. Здесь была квартира в этом здании, двухкомнатная, и она много лет, несколько лет стояла. На сегодня предприниматель Наталья Самегулина, кроме того, что ведет свой бизнес, взяла на работу 10 специалистов. Помимо развития материальной базы, большой упор делается на профессионализм. Клиника не раз подтверждала свой уровень, о чем свидетельствуют сертификаты. Международное признание тоже немаловажный фактор, влияющий в развитии бизнеса. Мы постоянно отправляем на обучение своих специалистов по новым технологиям, что подтверждают наши многочисленные дипломы и сертификаты. Безусловно, подобных клиник в Абасон-центре немало, и тем самым становится понятным, какая конкуренция существует на данном рынке услуг. Один из козырей – приобретение современного оборудования, что позволило освоить наибольшее количество видов операций. Правда, при покупке специализированных медицинских аппаратов предприниматель воспользовался обычными банковскими кредитами, хотя на сегодня есть возможность кредитования в рамках госпрограмм. В Народном банке действует программа «Халык Бизнес Старт». Целевая группа по данной программе – это индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие или планирующие осуществление своей деятельности в приоритетных секторах экономики в соответствии с общим классификатором видами экономической деятельности, также не имеющие просроченной задолженности по текущим займам либо договорам лизинга на дату обращения за финансовым инструментом, не имеющие на последнюю отчетную дату до обращения за финансовым инструментом задолженности по налогам, по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в бюджет, также срок государственной регистрации которых на момент обращения за финансовым инструментом составляет менее трех лет, имеющие опыт в планируемом бизнесе, опыт в качестве наемного работника, партнера по бизнесу, либо имеющие образование, соответствующее по осуществляющей деятельности. Максимальная сумма по программе «Халэк Бизнес Старт» составляет 20 миллионов тенге, минимальная сумма – 1 миллион тенге. Срок, он зависит от цели, если на пополнение оборотных средств, то от трех месяцев до трех лет, если на инвестиционные цели кредитуется клиент, то от трех месяцев до пяти лет. Мир вокруг нас прекрасен, и каждый день мы открываем в нем что-то новое. Новые эмоции, новые перспективы, новое впечатление. С карточками Народного банка ваши возможности безграничны. Живите ярче с кредитной картой «Халык Банка». Мы добиваемся того, чтобы в нашей клинике пациенты чувствовали себя комфортно, уходили с хорошим настроением. Но в нашей клинике обслуживаются не только жители нашего города, области, Астаны, но из-за периода работы нашей клиники немало уже пациентов у нас обслуживалось из других стран, из Америки, из Англии, из Италии, из Германии, из России. В планах бизнес-вумен только дальнейшее развитие не останавливается на достигнутом. Это основное правило предпринимателя. Однако, если говорить о расширении, то здесь проблема в кадрах. В городе не хватает опытных специалистов. Да, нам хотелось бы увеличить штат, но, к сожалению, в нашем городе с квалифицированными врачами проблема. Это проблема. И хотелось бы, конечно, чтобы в наш город приезжало побольше квалифицированных специалистов, врачей, стоматологов, чтобы развиваться. Казалось бы, бизнес налажен, можно работать. Однако, совсем недавно от одной энергораспределяющей компании предпринимателю было получено уведомление со ссылкой на правила техники эксплуатации электроустановых потребителей. Причем уведомление было отправлено в ультимативной форме, вплоть до расторжения договора. Учитывая, что деятельность стоматологической клиники полностью зависит от электроснабжения, становится очевидным, что о бизнесе можно забыть. В наш адрес поступило уведомление от филиала ТО «Кокштауэнерго», «Кокштаусские городские электросети» на сервисное обслуживание с организацией, имеющие лицензию на осуществление деятельности по эксплуатации электроустановок мощностью свыше 1000 ватт. В противном случае, если мы не заключим договор на сервисное обслуживание этой организации, с нами будет расторгнут договор на подачу электроэнергии. Но у нас таких установок нет. С этим вопросом бизнесвумин, да и другие предприниматели, получившие данное уведомление, обратились в палату предпринимателей. Дело рассматривалось на заседании Совета защиты прав предпринимателей с участием госорганов. В ходе бурного обсуждения было решено вмешаться в ситуацию. Предпринимателям предлагалось заключить договора на сервисное обслуживание, если электроустановка более 1000 кВт. Но все эти уведомления раздавались предпринимателям, которые имели в собственности аптеку, магазинчик, частные какие-то стоматологические клиники. То есть те предприятия, которые имели гораздо ниже по объему энергоемкость своих установок. На Совете по защите прав предпринимателей данные уведомления были рассмотрены. Были приглашены прокуратура, представители Казэнерго-надзора, которые, рассмотрев данное уведомление, признали его неотвечающим требованием. И прокуратурой была назначена проверка. В настоящий момент прокуратурой проводится проверка. И я думаю, что эти органы дадут соответствующую оценку уведомлению. Но, тем не менее, представители Казэнерго-центр были уверены в том, что данные уведомления правомерны и что необходимо обязательно заключать договора на сервисное обслуживание. Поэтому из этого спора, я думаю, что результатом только будет представление или предписание прокуратуры. К новостям палаты. Как известно, одним из приоритетных направлений деятельности Национальной палаты предпринимателей РК «Атамикен» является сервисная поддержка бизнеса. В 2015 году палата предпринимателей Акмолинской области, одна из четырех по республике, оказывала сервисные услуги самостоятельно с привлечением менеджеров-консультантов в 14 районах области, а также в городах Сетногорск и Кокшетау. В целом, в прошлом году за поддержкой обратились 1677 предпринимателей, которым было оказано 2540 услуг. По итогам проведенного обучения по программам «Бизнес-советник» и оказанных консультаций по сервисным услугам, нами было реализовано более 300 проектов. Это значит, что люди, прошедшие обучение по «Бизнес-советнику», после прослушанного семинара поверили в свои силы, зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, получили консультации по сервисным услугам и средствам в финансовых институтах на реализацию своей идеи. В нашем регионе, учитывая специфику, наибольшее число проектов зарегистрировано в отрасли сельского хозяйства и транспортной сферы. Уважаемые предприниматели, по всем имеющимся у вас вопросам, вы можете обратиться в палату предпринимателя. Эксперты палаты ждут вас по адресу город Кокшта, улица Абая, 96, контактные телефоны 72 25 35, 72 25 37 или 72 25 43. На этом мы с вами прощаемся. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин